Концерт в поддержку украинских детей прошел в Варшаве. Добрый вечер, мы из Украины. Под таким названием, собственно, сейчас в Варшаве проходят благотворительные концерты украинских звезд. На одной сцене Монатик, Джерри Хейл, Сергей Бабкин, артисты 95-го квартала, Дизель Шоу и многие другие. Собранные на благотворительных мероприятиях деньги пойдут в фонд Маши Ефросининой на помощь украинским детям, пострадавшим от войны. Билеты на первый благотворительный концерт раскупили за считанные часы. Среди зрителей и тех, кто уже давно в Польше, и беженцы, хотя себя такими здесь не считают. Очень сложно. Нужно быть сильными. Нам не нужно ждать тот самый день, когда все закончится, а действовать сегодня здесь и сейчас. И как бы ни звучало это пафосно, но наша сила в единстве, в поддержке и нашей вере в ВСУ. Отсюда, из Украины, мы с ними, они в нашем сердце. И мы действительно гордимся ими, как никогда раньше. На одной сцене те, кто еще недавно считали себя конкурентами в шоу-бизнесе. Война всех объединила. И страну, и актеров. На одной сцене звезды 95-го квартала и дизель-шоу. Слушай, кошмар, что происходит. Ты вообще как-то прокомментируешь? Нас вообще-то топят. Ну, смотри, этого стоило ожидать. Трехчасовая концертная программа объединила разные жанры. Здесь и музыканты. И стендаперы. Девушки узнали, что без шелака жизнь все-таки существует. Узнали, что в бомбоубежище можно сладко выспаться, если до этого ты сидел в доме без подвала. Благотворительный концерт от начала до конца пронизан как сарказмом и юмором, так и безграничной любовью к Украине. И это не просто веселье, подчеркивали на сцене. Это тоже помощь, так необходимая украинцам. Даже сейчас на передовой наши ребята, они все еще веселые, они боевые. Они показывают нам какие-нибудь видео свои, что нельзя падать духом. И я считаю, что это правильно. И там, на передовой, и здесь, где мы их поддерживаем, так же не падать духом. И говорить, что мы еще лучше затанцуем и споем при нашей победе. Все собранные от концерта деньги пойдут в фонд Маши Ефросининой. А уже потом будут направлены для помощи украинским детям, пострадавшим в войне с российскими оккупантами. Помогали зрители и украинской армии. Сделать финансовые пожертвования можно было прямо в зале. Для меня это критически важно. Сейчас все здесь помогаем в Польше и как можно больше. Принимаем беженцев, принимаем эмигрантов. И все, чем можем, помогаем. Финансово, материально. Я сам являюсь тоже волонтером. И многие волонтеры, то есть такое движение здесь. И это мой долг, как украинцам максимально помогать. Такой концерт, это тоже такая доля помощи. Еще и отдохнуть, увидеть друзей, знакомых. Здесь поддержка такая. Поэтому нас много, вместе мы победим. Зрителям артисты подарили не только эмоции, но и веру в победу. А еще со сцены звучали слова искренней благодарности в адрес Польши и поляков, которые, как никто другой, помогают Украине. Так, и сейчас мы устанавливаем связь с украинскими актерами Женя Смарыгин, Виктория Булитко, которые, собственно, сейчас в Польше, в Варшаве делают благотворительный концерт, сбор средств. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Рады вас видеть. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, здравствуйте. Да, мы понимаем, кто там выступает, всех очень рады видеть. И знаете, вот до войны как-то все конкурировали, мерялись рейтингами, успешностью. Какая сейчас атмосфера среди наших актеров, наших артистов? Расскажите. Знаете, мы вчера отыграли первый концерт, и он был потрясающий по своей атмосфере, потому что зритель вместе с нами и плакал, и смеялся, и концерт, мы сами не ожидали, он длился более трех часов, и никто не покидал зал. Устанавливаем связь сейчас с ребятами, они рассказывают о вчерашнем концерте, который прошел в Варшаве. Наши украинские артисты сейчас выступают в Польше для того, чтобы поддержать дух людей, которые были вынуждены покинуть свои города и дома в Украине в связи из-за полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, мы уже услышали Викторию Булитко, которая рассказала, что это был невероятный концерт с невероятной атмосферой, возможно, потому что в военное время людям все-таки хочется нотку какого-то юмора, настроения, иначе очень тяжело погрузиться полностью в этот мрак, который творится. Очень вчера метко сказал губернатор Одесской областной военной администрации, сказал, что над войной смеяться нельзя, но во время войны смеяться нужно и даже полезно. Конечно же, это очень помогает. Вот вспомнить фразу «Мир уцелел, потому что смеялся». У этой фразы приписывают ее к нескольким авторам, но согласиться с ней, вернее, можно точно согласиться. Очень интересно было бы поговорить с ребятами, и особенно с Женей, с Марыгином. Ведь он-то белорус, и он долгое время работает в Украине, очень успешен. Очень интересно его взгляд. Жень, 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 как раз говорим о том, что вы белорус, вы очень долгое время работаете в Украине. Мне интересен ваш взгляд на эту войну, потому что мы говорим, что очень много белорусов не хотят сейчас выступать в этой войне вместе с Путиным. Сейчас в Белоруссии организовываются настоящие такие партизанские движения, когда не позволяет Лукашенко полноценно вступить в эту войну. Жень, вот твой взгляд на эту войну, пожалуйста. И белорус, и украинец, и талантливый человек. Я 15 лет живу в Украине, живу, работаю в Украине. Мои дети родились в Украине. Женочка-украинка. Да, женочка моя-украинка. И знаете, пока у моих деток двойное гражданство. Они сейчас и украинцы, и белорусы. И в 16 лет они будут делать выбор. Кто они? Украинцы или белорусы? Я очень хочу, правда, я очень надеюсь, что они реально сделают выбор. Они будут делать этот выбор. Они сделают этот выбор уже прямо сейчас. Я очень надеюсь, что никогда белорусская армия не придет в Украину с оружием. Да, мы все надеемся. И пока что это так. Я очень надеюсь на моих братьев, на Беларусь, что этого никогда в жизни не произойдет. В России все понятно уже. Уже как бы все. Путин уничтожил страну свою. Ну и продолжает ее уничтожать. А Украина будет расцветать. Она победит. И мы прикладываем к этому наши усилия тоже. Безусловно. Жень, а где застала тебя твою семью 24 февраля? Вот это страшно. У нас был концерт. У нас был концерт. 23 февраля? 23 у нас был концерт. После концерта у нас был банкет. Мы с тебя отмечали, радовались, что провели очередной концерт. Порадовали зрителей. Два концерта, два аншлага. И вот в пять утра мы в четыре утра приехали домой и в пять услышали взрывы. В неделю мы жили. Моя семья, дети. Жили в подвале. Ну мы с мужчинами охраняли городок наш. А дети и жена, да, жили в подвале все это время. Вика, как вас засталась эта война? Где вы были в этот момент, 24 февраля? Вот я как раз на банкет не поехала, слава богу. И оказалась дома в час ночи. Уснула, потому что, конечно, мы устали все после концерта. А потом я проснулась от взрывов. И точнее как, я проснулась от того, что меня разбудил мой молодой человек. Говорит, Викуша, ты собирала тревожные чемоданчики. Вот сейчас быстро собираем все то, дополнительное, что есть, и уезжаем. Я говорю, а что случилось? Мне казалось вообще, что это сон. Он говорит, ну вот, началась война. Путин начал войну. И я собиралась так автоматически, при этом говоря, может быть, тебе показалось. Может быть, он говорит, нет, я проснулся от взрывов. Я продолжала собираться автоматически. А потом, когда вышла на улицу в машину, складывая вещи, я услышала эти взрывы. И понятное дело, что я понимала, все, надо. Причем ты не понимаешь даже откуда эти взрывы, где они. Может, в какой момент они могут тебя застать. И просто мы вкидывали все, что было рядом. Причем мы совершенно случайно. У нас с краю стоял мешок картошки. И мы просто его запихнули в машину. И потом ни на одной границе нас не спросили. Хотя на самом деле якобы не разрешают такого провозить. И ехали в сторону от... Сначала у нас не было там мысли, что мы выйдем за границу. А потом мы ехали все дальше и дальше. Мы слушали новости. Мы интересовались. И понимали, что небезопасно быть здесь. Я имею в виду в Украине. И самое интересное, какие люди попадались нам по пути. Это те люди, которые нас приветствовали у себя дома. Потому что ночевали мы каждую ночь. Мы пересекали границу на четвертый день. И самое странное, нам пограничник говорит, как четыре дня вы ехали. Мы говорим, да, четыре дня. Потому что были ужасные пробки. Он говорит, вы что задом на машине ехали? Говорит, нет, вот такие вот пробки. И вот потом я выехала, да. И оказалась здесь. И на самом деле здесь срабатывает вот этот вот комплекс того, что ты выжил. Как бы уехал от греха подальше. И понимаешь, что остаются в Украине люди. И именно перед тем, как ты будешь разговаривать с програнистиком, срабатывает. Я останусь дома. И слава богу, что у нас появился этот концерт. Ребята придумали этот концерт. Большая благодарность Наташе Гариповой и ее мужу, которые вообще организовали, которые предложили. И тех, кто выехал. Знаете, а я еще, знаете, Жень, хотел вот у вас спросить. Вы записали, я видел, и все видели. Очень проникновенное обращение к россиянам, Жень. Да, да. И вы говорили о том, что украинцев победить невозможно. Вы говорили о том единстве, которое демонстрирует сейчас наша нация перед лицом агрессии. Вот у нас сейчас наш проект Freedom, он в принципе и рассчитан на русскоязычных граждан по всему миру, и в том числе и в России. Мы понятным им языком доносим всю правду о происходящих событиях. Мы разбиваем эту пресловутую российскую пропаганду. Вот я вас попрошу еще раз сейчас вот обратиться и сказать, возможно ли победить Украину? Это в принципе невозможно. Вы знаете, вот мы даже, ну вот это обращение потом посмотрит мое. Я хочу сказать другое. Даже если каким-то образом, ну представьте, вся нация, все украинцы ненавидят. Нет, не то что русских, нет, а эту власть, эту сраную, ужасную власть. Если даже каким-то образом им получится поставить этого Януковича, вот представьте, ну просто представьте. Даже не хочется представлять, не получится. Ну просто, знаете, гипотетически, что вот, да его просто кортеж забрашают этими... Не яйцами явно. Не яйцами, да. Да, просто в первый день. В первый день. Это невозможно. Как можно полюбить людей, которые убивают детей на твоих глазах? Ну, это невозможно. Ну, в принципе, мы какие-то вещи обсуждаем, как инопланетные. Да, спасибо. Спасибо, Вера. Правина победит в любом случае. Безусловно. В любом случае. Она уже победила. Да. Это правда. Спасибо, Женя, спасибо, Вика. Мы вчера за один концерт мы собрали, слава богу, больше миллиона гривен. Да, и при этом еще были донаты, которые, в принципе, люди могли бы и не закидывать деньги, но они продолжали все равно. Люди сидели на зале, уже купили билеты. И продолжали слать еще деньги. И на каждом сидении... Спасибо. Спасибо за то, что вы делаете, и спасибо всем нашим артистам, передавайте. Огромное спасибо, страна чувствует вашу поддержку. Обязательно. Победа будет за нами. Всей Украине спасибо. Спасибо. Всего доброго, ребята. Спасибо за субтитры. Женя Сморгин, Виктория Булитко были с нами на связи.